Эпидемиологическая ситуация в Ненинском автономном округе ухудшается. За последние сутки выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19. В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции в условиях стационара и на дому получают 220 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще у девяти пациентов Ненинской окружной больницы болезнь протекает в тяжелом состоянии. Растет количество летальных исходов. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят более 1160 человек, близко контактировавших с заболевшими. Информацию об эпид-обстановке в регионе на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 доложила руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Ненинского округа. 55 пациентов у нас находятся на сегодняшний день в стационаре. То есть у нас динамика по стационару идет, вновь поступают пациенты, выбывают. 49 пациентов у нас находятся в отделении в инфекционном, 6 пациентов находятся в реанимации. Среди тех пациентов, которые у нас находятся на лечении в стационаре, у нас есть пациенты, которые единичные, вакцинированные. Основная масса, конечно, у нас не вакцинированная. У нас 14 пациентов удовлетворительных. Это пациенты, которые госпитализированы, исходя из статуса, то есть невозможность пребывания в домашних условиях, либо те пациенты, которые уже готовятся к выписке. 26 пациентов – это пациенты в средней степени тяжести, 9 – тяжелые и 6 – крайне тяжелые. У 37 пациентов, которые находятся в стационаре, у них диагностировано пневмония. Кислородную терапию получают 35 пациентов. К сожалению, растет количество смертельных исходов от коронавируса. По данным портала stopcoronavirus.rf на 20 октября в регионе зарегистрировано 56 смертей от ковида. Только за последнюю неделю, по информации профильного ведомства, умерло сразу 7 человек. У нас два пациента отказались от лечения. Это возрастные пациенты, возраст старше 80 лет. Они у нас умерли на дому в домашних условиях. Основная масса пациентов – это, конечно, старше 70 лет. У этих всех пациентов есть тяжелая сопутствующая патология, которая является основанием для проведения вакцинации, но пациенты отказались от вакцинации. В основном это заболевания сережно-сосудистой системы и эндокринологической системы. По-прежнему сложной остается эпидемиологическая ситуация в ряде населенных пунктов округа, три из которых закрыты на карантин по коронавирусу. На подходе к этому ограничительному мероприятию села с низким уровнем вакцинации жителей. Сейчас у нас остается напряженная ситуация по Великовисочному кусту, по Нижней Пёше, Верхней Пёше и Оксинский куст. В Виске и Нижней Пёше карантин наложен, Оксина пока у нас без карантина. Мы только начали регистрировать у них там случаи. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Напоминаем, в регионе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте. 19 октября главным санитарным врачом Ненецкого автономного округа подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Ознакомиться с постановлением можно на официальном портале регионального управления Роспотребнадзора. Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал Север.